В первой книжке есть такие стихи по Библии. Не уби, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не клянись, не протився злу, своих родителей почитай, за врагов молись, да не сотвори кумира Божьему. Разве можно так на свете жить? Можно, только надо ближнего, словно самого себя, любить. И еще одно, тоже по Библии. У него спросили, равен заповедь для людей, какая всех главней? Он ученикам ответил, первое, Бога возлюби душою всей, сердцем всем своим, всем разумением, как сумеешь и его любят соблюдать другую, как и первую, ближнего любви, сам себя. Ну и если из этой книжки, то можно еще, да, наверное, не стоит, потому что во второй, тут вот у меня аж целая глава насобиралась таких стихов, называется «Христианские притчи». Вот если надоест, остановите меня, а я буду читать все подряд, ладно? Их достаточно много из количества. «Христианские притчи» И он придумал, спрятался на веки, не в море, океане, не в земле, он спрятался от человека в человеке. И с той поры мы все в котором веки все ищем Бога, в земле, на небе, где-то, везде, где можем, только и в себе. Морские звезды Шел человек вдоль берега морского и видит. Мальчик что-то взял с песка и в море бросил. Наклонился, снова взял что-то там для нового броска. Что он бросает? Камушки, ракушки. И человек, поближе подойдя, внезапно ахнул. Столько звезд на суше не видел он нигде и никогда. Спросил, зачем бросаешь звезды в воду? Тот оглянулся. Здесь, на берегу, они с отливом все погибнуть могут. И я уже помочь им не смогу. Безумец, человек вскричал. Ей-богу, ты посмотри, здесь миллионы звезд. Твои попытки ничего не смогут. Для них хоть что-то изменить всерьез. Для всех не смогут, он сказал с улыбкой. И бросил в море следующую. Но для этой звездочки, моя попытка, теперь, я думаю, изменит все. Среды на песке. И снился человеку сон. Тропой судьбы шагает он. И рядом Бог, рука в руке, и след за ними на песке. И, оглянувшись, удивлен был человек. Увидел он, что в годы самых страшных бед тянулся одинокий след. Он был тяжел, он был глубок. И человек спросил, мой Бог, а где твои следы? Ответь, я шел тогда один. О, нет, с улыбкой ответил Бог. Ты сам тогда идти не мог. След на песке оставил я, когда нес на руках тебя. Три старца, как на острове далеком, жили-были одиноко. Три пустынника имели у себя икону в кельве. И просили каждый день трех святителей на ней, трое нас и трое вас. Так помилуйте же нас. Вот и все. Вот так и жили. Но однажды к ним попили путешественники морема. Старцы к ним идут с поклоном. Мол, хотим мы научиться Богу правильно молиться. И пустынника в тот час научают отче наш. Все довольны те и эти. И кораблик на рассвете не спеша домой отчалил от пустынного причала. Только, глядь, бегут по морю, анки-посуху, все трое. Кораблю руками машут. Стойте, стойте, отче ваше, позабыли мы, глупцы. Им в ответ кричат. Отцы, ваши отчи, ваша вера. Видит Бог, ей нет предела. Вы живите, как вы жили. И молите, как мы ее. Трое нас и трое вас. Так помилуйте же нас. Но это очень длинная, я читаю книгу.